вот пример долгой и счастливой жизни масла чище просто для интереса посмотреть он уже тут споры свои разбросал вот он такой великий вот это маслячище да шляпа просто грандиозная друзья всем привет сегодня 5 ноября в лесу очень хорошо ветра нету тепло ну как тепло 8 градусов но она не чувствуется потому что мы понадевали свитера и пуховики так только зашли сразу нашел от масленочек прекрасный какой-то серый но свежий и сегодня мы не будем брезгивать брать рядовочки зеленые зеленушки так как матушка просила хочет очень сильно их засолить вот смотрим бугорочки и тут обязательно будет зеленуха урожая смотри кать до саватова надо их по возможности тут очистить от песочка ножичком и в отдельный пакетик складывать по ходу этой грибалочки я расскажу как их солить я расскажу как мы их солим вот зашли под такую сосну старую катюша тут уже нашла масленок такой вот так он хороший смотри белый чистый хороший еще ровно закрывать грибной сезон но уже через несколько дней по ночам обещают снижение температуры ниже 0 если близи не попадает взгляд у вас не фокусируется то что у вас находится слева справа а у женщин не так а женщины могут видеть вот так и боковым зрением и рассеянные нефляк потому что вы это эволюция эволюция вы всегда были добытчиками вы всегда смотрели вдаль дичь когда убивали а женщины собирали всегда ягоды и всегда была ну такое такая работа у меня интересно что это такое а это маховик старый не хочу это я катюша рассказал как я прошлую свою грибалочку по находил кучу подберезовиков серых которые сливали с листвой и пропустил подосиновик который был практически под носом откуда ты узнала это этот факт я не говорю что это плохо смотри это грусть по моему вот нет но это хороший грусть молочко он выступает черный грусть называется да не его соль от его солить вместе с зеленушками можно переменная облачность ну ветерочек и слабенький слабенький под дубками нужно смотреть обязательно грибочки вот примеру рыжечек прекрасный грибочек все потому что здесь вот этот дубок окружен соснами нет рыжик это не лисичка смотри какое у него оранжевое молочко его можно жарить он очень вкусный очень в нашем регионе рыжики растут по одиночке одиночные грибы редко встретишь чтобы там 23 было вместе катюша идет жалуется что я вожу ее по тем местам где ничего нет сам при этом ведрами собираем это какой-то видно уже такой да нехороший глянь кать вот тебе и польский любому беляку даст фору такой интересный цветочек в ноябре цветет здесь я когда-то нашел белый гриб такой роскошный сейчас вот вижу тут растет такой вот полячок молоденький такие сказочные сосны вот такой вот красавчик да вот еще один полячок торчит но сейчас проверим его на на старость не нонтас и ножка чистая и твердый весь ну да масленочек такой же роскошный масленочек на открытой местности вылез вот кто помнит мои прошлые видео ролики это то место где растут белые грибы ну вернее росли в сентябре и и в октябре в начале октября там их такая масса была ухты кать смотри какой красивый полячок иди посмотри он прям такой нарядный бархатный бархатная шляпка он красивее даже мне чем-то чем беляк смотри дорого смотрится конечно нравится сейчас мы тут еще исследуем вот эту вот территорию небольшую на предмет польских грибочков вот примеру еще два красавца ну не такие они красавцы как тот ну тоже пойдут ухты какой здесь рыжий чик спрятался смотри кать настоящее сокровище конопатая конопатенький ты мой беляковое местечко близ моего болотца обязательно нужно проверить все дубы вот уже я тут не нахожу давно беленьких недели две вот мы видим как вылез вот такой вот красивый кать посмотри а показалось из иголок одна шляпка какой красивый какие-то мухи там женятся под шляпой комары женятся вот это вот красота мой золотой катюш ты точно без меня сюда ходить не будешь я точно не найду сюда путь а то показал грибное место на свою голову да какое там грибное ни одного грибочка еще почти не нашла значит оно для меня грибное ухты красный красноголовик так и шо это вообще королевский грибочек какой красивый покажи беленькая нормально отличный клади к себе сокровищницу тут надо очень внимательным быть вот так это мы вместе его нашли какой красивый и как он вообще вырос что-то он какой-то странный прям из пня а не за шляпку а за ножку какой интересный да яичко крашенка класс местечко тут конечно бомбовская пчелиные или осиные а может быть даже шершня везде валяются наверное где-то они гнездо было да вообще мы пришли на моё болотце значит у нас план такой как я уже говорил чтобы не обходить болото дважды первый круг который уже а второй шире делать мы просто с катюшей распределились так я пойду ближе клади она дальше там где уже деревья и вот только я катюша сказал что именно в этом месте растут польские как я тут увидел действительно вот такого палечка пицца таркуватого он оказался червивым к сожалению так что-то тут что-то тут не густо ну вот попадаются вот такие красавчики конечно маленькие конечно уже после выходных пришел искать ну я и этому рад что же это такое это что масленок такой да такой маслачок но он о у него ножка была червивая а шляпка хорошая маслачок вот катюша заметила как символично одна сосна обняла другую вот это да какая из этих сосен я какая ты я которая извиваюсь больше а ты ровней вот это да а это я ну да ну да ну да так что ты там нашла то что я пропустил ух ты ой такие влажные внутри сразу синяяя а ну они молоденькие свеженькие хорошие надо внимательно смотреть я под ногами не вижу ничего я как-то вдаль смотрю отлично так ты говоришь катюша я под ногами не вижу потому что я мужчина и смотрю вдаль да ну глаза одинаковое строение у всех людей смотри вот я под ногами увидел хе 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 потому что ты остановился у меня это говори ну правда то что я вижу под ногами непригодное для пищи под березой уже сгнил иду щас подожди у женщин зрачки больше чем у мужчин, казалось бы такая особенность не особо заметна и ничего в себе не несет, но подобные различия были сформированы еще в сушилище, как я тебе говорила, о том что мужчины были охотниками, они смотрели в баллы, а женщины собирали ягоды, им нужно было чтобы зрение было рассеято, поэтому и сложилось такое, что женщина видит много, а мужчины видит только вот перед собой и в даль ему лучше смотреть, чем видеть впереди, также женщины могут рассматривать разные оттенки цветов, если женщина видит 10 розовых, то мужчина видит 1 розовый, если женщина например видит цвет красный, алый классический, если бордовый, то это светло бордовый, темно бордовый, марсалы, то мужчина видит просто красный и темно красный, правильно? Ночное видение у женщин Женщины в темноте видят намного лучше Их зрение сосредоточено на мелких деталях Лишь вблизи А на большом поле осмотра Они как бы хуже видят Мужчины ночью замечают Больше деталей На большом расстоянии По прямой линии Если он видит вот так, то он увидит А если где-то находится справа или слева То он не увидит Понятно Короче у моей экшн камеры Угол обзора как у женщины На дороге водить машину ночью должен мужчина А женщина днем Понятно Что ты хочешь, чтобы я тебе права сделал Нельзя же говорят, что мужчина с Марса А женщина с Венеры Пошли Катя Поэтому грибалочка будет эффективней Если вы будете брать с собой вторую половинку Так вот Что мне удалось заметить Вот эти подосиновички Которые сейчас попадаются Они Ну у них на ножке преобладают Вот эти вот Красноватый оттенок Это наверное какие-то красные подосиновики С красной ножкой А вот С черным здесь вот С черным оттенком уже Не встречаются Значит они уже отошли Это какой-то другой вид Покажи Как не подходи Я тоже увидел теперь Ну дай я хоть Людям покажи Красота Я первая его увидела Красавец У меня тоже красавец У меня больше Ничего страшного Добра тебе Добра? Вот такой поднялся небольшой Наверное задувает в эту камеру Мы вылезли с вот этого болотца И сразу же Наткнулись на вот эти вот Польские Польские грибочки Это Это козленок Ну я их вообще маховиками Называю кто как Тут вот ножка такая уже Лежит гадючка Я уже думал они спят Я ее не трогаю Я хочу ее снять Затаилась Ух ты Не шипит Но вот она вот ползет Она тут живет Видно Ладно Пойдем Не будем ей мешать Вот так вот Пятое ноября А еще Гадюки Змеи Пужитом Вот нашел еще тут рыжечек Под старой сосенкой И увидел Что свое ушко Показал Еще один Рыжечек Из-под старой ветки Сухой Вот он Красавчик Уже ближе к холодам Рыжики пошли у нас Здесь дикий лес Вот в прошлом году Прямо в этих кочках Торчали подосиновики Вот туда Чтоб солнце было Слева Катюша Как ты могла пропустить Такой прекрасный Маслочуд Ага Не шла Какой красавчик Ну спасибо Встретил еще одного ползучего Что такое Шипит там что-то Скручивается Какой-то психованный Сам себя кусает Что-то там Да не Он что-то рот открыл Какой-то странный уж Еще он притворился Да может Может он притворился Странный какой-то уж А ну я сейчас отойду Что он будет делать Он начал скручиваться Как будто вздыхает Притворяется думаешь Обманщик С тобой уже все нормально Вот обманщик Притворился дохлым А я отошел Сразу и голову поднял И все нормально У него Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Катюшу Что ты там нашла Покажи Польский грибочек Что он старый Хороший Наша прогулочка Подошла к концу Можно ее назвать Заключением Уже грибного сезона По благородным грибам Сейчас В изобилии Рядовки Зеленые Ну их собирать Сегодня как-то не очень Хотелось По просьбе Мамы Я пособирал в пакетик Зеленушечек Так вот Как она Готовит их Как она Их засаливает Нужно Эти рядовочки Дома Замочить В тазик С водой И чем-то Их накрыть Чтобы они полностью Все погрузились Туда На ночь Мы их замачиваем Они становятся Крепче Уже не такие Хрупкие Некоторые советуют В теплой воде Замачивать И с добавлением Соли Тогда у них Эти пластинки Раскрываются Оттуда Песочек Тоже высыпается По прошествию Ночи Мы эти Рядовочки Собираем Все Воду отдельно Выливаем Там песка Много Как обычно На дне Остается И Под струей воды Хорошо промываем Промывать нужно Неоднократно Наверное Раза три Надо промывать Шляпочки Чем-нибудь Потереть Провариваем Рядовочки Где-то Минут Пять-десять Они становятся Еще более Тухими Более крепкими И начинаем Укладывать их В кастрюлю На килограмм Зеленушек Нужно взять Пятьдесят Грамм Соли На дно Засыпаем Соль Туда же Резанные Зубчики Чеснока И укроп Выкладываем Где-то Сантиметров Пять Слоем Зеленушки И повторяем Так Слоями Солятся Они Тридцать Дней Но уже Через неделю Мы пробуем И едим Все Получается Очень вкусно По результатам Сегодняшней Грибалки Уже Мы видим Что Грибы Не так Уже Буйно Растут Как раньше Вот тут Такой Ассорти Белые Грибочки Один Попался Полячки Рыжики Подосиновички И Маслят Нашел Что там Ухаки Падает А у тебя В основном Подосиновички Да Ну так вот Зато Прогулялись Так Хорошо Погода Хорошее Ну Световой День Очень Короткий Уже Вот Солнце Садится Вроде Только Вышли Недавно Утром До новых Встреч Друзья Всем Пока Что там Такое Катюш А я Кажется Догадываюсь Что это Класс Ну вот Вдвоем В одну Корзинку Собираем Красота Хорошо Чтобы 명이